Здравствуйте, наши талантливые болельщики! Сегодня 29-й тур, играем с футбольным клубом ЦСКА. Встреча обещает быть жаркой. По традиции, мы приготовили очередной мастер-класс и проведет его Марина Глазунова. Привет, Саш! Здравствуй, Мариночка! Как ты? Я отлично, я во всеоружии и очень хочу начать! Ну, давай тогда начинать! Поехали! Давай! А я напоминаю, что партнером наших онлайн-активностей и нашего мастер-класса является федеральная грузовая компания. Я снова приветствую вас, друзья, на наших мастер-классах. Сегодня у меня в гостях Самойлова Элина, опорный полузащитник женской футбольной команды «Локомотив». Всем привет! Ты любишь рисовать? Не умею. Но мы сегодня с тобой научимся рисовать самыми-самыми неожиданными красками. Ну вот, например, в древности художники рисовали теми красками, которые они делали сами. И, как правило, это были натуральные ингредиенты. Правда, они эти рецепты держали в строжайшем секрете. И сегодня я открою один такой секрет специально для вас, ребята. Готово? Поехали! Что ж, нашими красками сегодня будут натуральные соки. Итак, ребята, вы, как всегда, посмотрели анонсы и знаете, конечно, что нам приготовить на наш мастер-класс. Итак, нам понадобится черничный сок, томатный или морковный. Я напомню для ребят про инструменты, которые нужно приготовить, про материалы. Итак, это два вида, или, как у нас, три соков. Это кисти, карандаши, это палитра, это акварельная бумага и акриловая белая краска, ну и лягуашь. Рисовать мы будем нашу любимую и родную РЖД-арену. Посмотрим на архитектурное здание стадиона. Я выбрала вид главного входа. Сам же стадион прямоугольной формы с четырьмя пилонами по краям, похожими на букву «Л» и высотой целых 55 метров. Начнем с центрального входа. Итак, нарисуем сам пилон, который виднеется из центрального входа. Просто мы рисуем букву «Л». Как локомотив. Да. И теперь от ножки еще рисуем одно ответвление в другую сторону. Отлично. Теперь наметим основные зоны стадиона. Здесь вот он у нас примерно начинается. Изюминка этого здания в подвесной крыше, закрепленной на пилонах. От этого возникает эффект невесомости, легкости, несмотря на огромную тяжесть конструкций. Намечаем самую высокую точку крыши. Она у нас находится рядом с буквой «Л». Дальше будет уходить вбок. Делаем двойную линию по контуру крыши. А вот уже третья линия, она будет более прямая. Но все равно мы не рисуем ее прямо, потому что у нас полукруг, и она не может быть прямой. Это у нас разделение на два яруса. И рисуем еще четвертую линию. Это у нас будет низ, уже основание стадиона. Впервые в строительстве здания РЖД «Арена» была разработана уникальная стальная несущая конструкция козырька над трибунами, пропускающего 80% света. А для складок трибун был применен сверхплотный модифицированный бетон. Ну вот, друзья, набрусок готов. Теперь его можно немножко ластиком подтереть, так, чтобы линии были более светлые и не выделялись из-под сока, который мы будем наносить сверху. Элина, расскажи, пожалуйста, как твои близкие смотрят на то, что ты занимаешься футболом? Ну, из самых родных у меня мама и бабушка. Они меня во всем поддерживают, за это я, конечно, благодарна, потому что всякие истории бывали. Бывало, девчонкам запрещали родителей заниматься, типа, это не женское дело, и нужна нормальная профессия. Но у меня мама во всем меня поддерживает с бабушкой, и прям я рада. Это здорово, когда есть поддержка близких. А скажи, ну, у тебя наверняка есть какие-то увлечения, хобби в свободное от футбола время? Да, я люблю читать книжки, смотреть сериалы. Последний сериал, который я посмотрела, это сериал «Друзья». Вообще всем советую, кто еще не смотрел лучший сериал. А какая твоя последняя книжка? Последняя книжка, я ее сейчас читаю, это «Волх». Последняя, которую прочитала, это была, по-моему, «Цветы для Элджернона». Ребят, как здорово, что наши спортсменки не только развивают свое тело, занимаются спортом, но еще и читают книжки. Вот, учитесь. Ну что, у нас, по-моему, получились гениальные наброски. Как ты считаешь? Вообще, я не ожидала такого результата, вот честно. Здорово. Ну что, очень хочется покрасить, не правда ли? Да, особенно соком. Особенно соком. Мы возьмем сок и нальем в емкость или в палитру небольшое количество. Теперь закистим и приступим. Я рекомендую начать с черничного сока. Он один из самых насыщенных. И начнем с самых темных мест. На нашем стадионе самые темные места – это вот это пространство внутри балок. Очень интересно, как черничный сок меняет свои свойства. Когда наносим сок, он одного цвета, а когда он высыхает, он становится практически синим. Элина, как ты думаешь, рисование соком отличается от рисования красками? Да, я думаю, это очень необычно, особенно для наших молодых болельщиков. Это точно. Мне кажется, им очень понравится. Можно пить и рисовать. Что бы ты посоветовала кушать нашим ребятам для того, чтобы быть такими же сильными, ловкими, быстрыми, как вы? Кушать то, что дает мама. Это вот самый лучший совет. Мама никогда плохого не посоветует. Ну вот, друзья, вы можете сейчас подойти к маме и попросить яблоко или морковку и получить витаминчиков, чтобы продолжить рисовать нашу картину. Ну, раз мы уже заговорили про детей, расскажи, пожалуйста, в каком возрасте ты начала заниматься футболом и как это случилось? Мне было 11 лет. Это когда я именно пришла уже на секцию. Я сидела на уроке географии, я помню. К нам зашел во время урока тренер по футболу и предложил девчонкам заниматься в секции. Ну, естественно, я согласилась. Первая побежала. Почему? Я потому что до этого жила в хуторе, и у меня там напротив дома, вот прям через дорогу, было футбольное поле. И мне бабушка с мамой до сих пор рассказывают истории, что играют все пацаны, и я одна такая девочка. Твои коллеги практически все пришли в футбол именно так. Они очень любили гонять с мальчишками во дворе, и это переросло в их профессию, в их такое профессиональное обучение. А что ты испытываешь, когда ты играешь, когда какой-то матч очень интенсивный, и когда такая борьба очень сложная? Какие чувства ты испытываешь? Ну, это вообще как будто ты отстраняешься от всего мира. Это как будто свой какой-то другой мир, и это невероятная такая атмосфера, желание находиться именно здесь и сейчас, и ты чувствуешь этот кайф. Ну, я даже не знаю, какими словами можно описать эти эмоции, потому что... Катарсис. Ну, это очень круто. То есть в футбол тебе дают сумасшедшие эмоции? Да, вообще я нигде больше такие эмоции не могу получить, кроме как на футбольном поле. Ребят, когда мы закончили с темными местами, мы просто начинаем обводить наши линии в карандаше. Берем также наш черничный морс или сок и обводим все то, что мы нарисовали. Как раскраска? А скажи, а ты вообще настроена на долгую? Ну, в плане футбола, да. На максимально долгую, насколько смогу. Ну, если на долгую, значит, ты планируешь после завершения карьеры пойти тренером? Да, я даже и сейчас рассматривала обучение на тренера, но узнала то, что если выучиться на категорию Ц, то она действует всего три года и придется опять переучиваться. Поэтому решила, что когда уже подойдет этот момент окончания карьеры, тогда я пойду учиться. А расскажи, как происходит момент окончания карьеры и сколько потом нужно учиться для того, чтобы стать тренером? Я думаю, это ты как-то морально внутри себя понимаешь, что все уже предел. Ну, или травмы какие-то, которые начинают с возрастом давать о себе знать. А на тренера учиться? Ну, если идти в университет, то, конечно, там долго учиться. На бакалавра и магистратура. А если учиться на категорию Ц, именно на тренерскую категорию, то это там где-то 240 часов обучения. Ну, это как курсы. Ну, раз ты заговорила про травмы, хочется тебя спросить, были ли у тебя такие серьезные травмы и что это было? Ой, нет, фу-фу-фу, слава богу. Вот у меня не было ни одной серьезной травмы. Так, все по мелочи. И да, я этому тоже очень рада, потому что многие девчонки в моем возрасте уже там по 5 операций пережили. И слава богу, пока что все хорошо. Значит, получается у вас обязательно тренировка раз в день? Ну, да, но обычно мы тренируемся 6-1. Угу, то есть 6 дней тренируетесь и 1 выходной. А хватает этого выходного, чтобы восстановиться? Да, хватает, потому что мы восстанавливаемся и в целом, ну, после тренировки. То есть как только заканчивается тренировка, так все, уже начинается восстановление. Нужно сразу заполнить углеводный баланс, там, съесть банан или какой-нибудь энергетик, выпить побольше воды, и все это уже начинается восстановление. То есть когда заканчиваются силы, нужно быстренько съесть банан и попить воды, верно? Да, или овсянку. Или овсянку, друзья. Смотри, у нас остались вот эти вот белые перекрытия, балки, да? Да. И их мы так и будем оставлять белым, но нужно получше прорисовать, если где-то остались там белые уголки, получше прорисовываем. И за счет того, что мы прорисовываем внутри, балки выходят на первый план, и красить их не нужно. Как красиво у нас получается, где сок высох, то он имеет синий оттенок, а где он еще не высох, красный, и очень красиво сочетается. Правда? Да. Давай с тобой немного проработаем крышу. Здесь у нас на самом верху сетка, да, и такие крепления. Сетку можно нарисовать тоненькой кисточкой. Просто прорисовываем в одну сторону и потом в другую. И мы приступаем к внешней части стадиона. Здесь у нас плитка. Это у нас линии вертикальные, которые в перспективе расходятся как гармошка. Вот так. И горизонтальные линии. Фасад спереди. Кусты, зелень, травка. И сверху вот эта линия, бортик, он у нас тоже идет с лесенкой, поэтому мы делаем такие вертикальные полосочки. Вся прелесть рисования соком состоит в том, что не нужно детально что-то вырисовывать. Мы просто красим, ну, по большей части, как ложится рука, как нам хочется. И от этого все равно получается очень живо и хорошо. А еще очень интересное свойство сока. На бумаге он не смешивается. То есть, если вы один раз провели линию и рядом проводите другую, то получается красивая фактура, но при этом краска не смешается одна с другой. Даже если вы только что нанесли краску. Смотри, возьмем теперь сок и по одной части самой толстой балки нашей вот так проведем, но не все, а по правой части, чтобы придать ей объем. И так же сделаем с другой балкой. Вот так. Как мы можем посмотреть на нашем образце, у нас есть стадион, который практически весь бело-серый и красные, ярко-красные места. Для этого мы возьмем другой сок томатный и нанесем это на наш рисунок. У нас красные лесенки, балкончики. Прорисовываем сверху. А ты часто как зритель ходишь на матчи? На матчи локомотивы, да. На остальные, если только на матчи сборной России. А как ты поддерживаешь нашу команду? Что ты кричишь, может быть? Или, может быть, у тебя есть какие-то традиции, когда ты приходишь на футбол, чтобы поддержать команду, сделать так, чтобы она выиграла? Ну, каких-то определенных традиций нет. Когда мы приходим на футбол, как бы не мы заводим толпу. Хорошая игра. Фан-сектор и хорошая игра, да. Мы просто поддерживаем, кричим то же самое, что и кричат болельщики, которые располагаются на фан-секторе. Ну, а ты можешь воспроизвести что-нибудь? Только лока, только победа, как бы это основа основ. Только лока, только победа? Да. Еще есть такая прикольная кричалка. Самый лучший коллектив, это наш локомотив. Ну, давай это вместе скажем, как будто мы на стадионе. Готовы? Ну, это придется кричать, вот все глохнут. Ничего, наши дети, они подкованы. Ну, хорошо. Готовы? Да. Три, четыре. Самый лучший коллектив, это наш локомотив. Ну, что, друзья, у нас с вами томатный и морковный были на выбор, поэтому можно просто его добавить куда-нибудь, этот сок, например, в газон, чтобы оттенить черничный цвет. Либо использовать его вместо томатного. Я предлагаю, где очень много у нас белых получилось мест, тоже взять морковный и слегка прокрасить. И еще я бы взяла немного черничного и выделила бы вот эти вот крепления поярче. А сейчас, мне кажется, в верхней части у нас осталась просто бумага, да, на которой ничего нет. И добавим немножко ясного неба. Давай. Можешь взять любую краску, любой сок, какой нравится. И рисуем облака. Элин, мне кажется, у нас с тобой получился просто невероятной красоты стадион. И когда стадион высохнет, ребят, можно поставить его в рамочку вот так вот и повесить где-нибудь дома или в своей комнате. И уж точно такая картина обратит на себя внимание просто потому, что она нарисована не красками, не карандашами, не фломастерами, а соком. И еще будет вкусно пахнуть. Давай покажем нашим зрителям, что мы действительно рисовали соком. Ты какой будешь? Томатный. Пожалуйста. А я очень люблю черничный. Ну что? Золок мотив. Давай, давай, так. Оле-оле-оле. Очень вкусно. Вообще отлично. Ну что, друзья, спасибо, что на протяжении всех мастер-классов вы были с нами. Я и моя гостья прощаемся с вами. Всего хорошего. Хорошей игры, ребята. Пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok